а где взять мне малоимущиеся почему мы деньги вообще на это должны тратить это придумал этот савилёв ну вы своего кармана покупай у кармана своими руками просто голыми до отрывайте кусок какой-то материи и предлагаете это одеть алексею на лицо подождите я что-то не понял то есть сами должны покупать маски что ли ходить вопрос вам где маски брать и маски брать далее есть также распоряжение здравствуйте дорогие друзья вот у нас житель кемеровского района алексей фёдоров и мы отправляемся в администрацию кемеровского района затем чтобы алексей получил маски ну поскольку я уже получил по месту служительства и она обязан использовать но вонючие там и которые не дали пользоваться не буду пришлось приобрести вот дмитрий сергеев чебушек здравствуйте добрый день дмитрий дмитрий посаживайтесь доход машины режим объявлен на основании объявления повышенной готовности если вы там не знаете я вам информирую вас тем более вы отвечаете за безопасность так вот месяц назад я был подвергнут административному протоколу на то что я нарушил масочный режим я был в администрации города кемера и меня стали протокол что там находился без маски так вот и раз объявлен масочный режим губернатором и повышенной готовности я хотел бы узнать как создался в районе в этом кемеровском округе штаб гражданской обороны и где выдаются эти маски чтобы я их носил и не нарушался где мне получить нас вы сейчас почему если вы прекрасно информированы о том что да я у нас улучшил штраф и это вам дает право находиться без вообще никакого не двигать опасности алексей воружение алексей вы разъясните что вы обратились сюда вот я обращаюсь к вам получить маска у вас я же сразу же их одену и буду носить где мне получить маски на период масочного режима на меня и всей моей семьи я у нас есть маски в приемной дай пожалуйста алексей но штук десять возьмите одну пыль начальной гражданской обороны округа это кто начальник управления безопасности начальной гражданской обороны кемеровского округа это кто у нас есть начальник управления по безопасности в обязанности которого Conservatoire работа связана с Гражданской обороны ещё раз начently гражданской обороны Кемеровского округа это лазарев это вы то есть у вас в обязанностях есть начальником быть гражданская подготовка начальнику меняешь сотрудник еще заместили главы комментизатор муниципального округа по жилищно-коммунального хозяйства и почему поодождите алексей почему вы тогда записали к этому человеку собственно на прием на завтрак если он по вопросам жкх они по по маскам у нас нас записали к вам на прием от алексей у вас в каком плане кто должен население за население прежде всего должно само заботиться при минутами обретать маски я например мы проходит проводим какое-то массовое мероприятие как вот буквально вчера мы закончили до купель крещенскую мы обеспечивали население как минут подождите я что-то не понят то есть сами должны покупать маски что ли ходить люди да вот у вас маска на вас сейчас будет а мне выдали в территориальном органе по местам и жительства в кировском районе города кемерово по сказали приходи и бери сколько тебе нужно и впервые слышу чтобы я должен идти куда ты где-то их покупать знаю ребят я не занимаюсь тем что раздавать маски а кто это кто их на сдали я не могу сделать я сформулирую полностью давайте полностью вопрос формулирую смотрите когда объявляется режим повышенной готовности по чрезвычайной ситуации в угрозе чрезвычайной ситуации то создается штаб гражданской обороны это обязательно условия соответствия с приказом по чрезвычайным ситуациям есть такой приказ знаете ну слышал ну слышали ну вот и хорошо так у вас штаб гражданской обороны создан на период проведения повышенной готовности масочного режима я бы хотел узнать где у нас сформированы пункты выдачи масок на период при повышенной готовности масочного режима я житель кемеровского района я не могу вам ответить где сформированы пункты выдачи масок ну то есть мы все мы все привыкли покупать маски в аптеках приехали и привыкли кто были сложности отлично я покупаю а вот а я являюсь я являюсь безработным человеком у меня малоимущая семья у меня четверо детей я являюсь многодетным отцом я живу в сельской местности и у меня нет средств получать покупать эти маски не существует потому что у меня нет денег я вышел за продуктами а меня не пускают в магазин потому что у меня нет маски как мне быть в этом случае вы за то что вы объявляете режим повышенной готовности масочный режим вы обрекаете меня по большому счету на голодную смерть и уплату штрафов за то что я не могу носить маску что мне делать скажите мне что мне делать не знаю шейки марлевую повязку себе если вы можете приобрести вот эти марлю мне когда у нас были проблемы с обеспечением ну и не только в кузбассе выдайте мне марлю или выдать мармар завали марлю мне выдайте швейную машинку я буду шить почему минуту алексей то есть вы в ошибку сейчас допускайте у вас конкретный вопрос то есть кто выдает маски населения где их получать покупать на себе их не должны ходить магазин если вы нам такие обязанности устанавливать обеспечиваете нас маска где нам получать или деньги давайте чтобы их покупать почему мы должны идти из своего кармана их покупать эти матки где в каком законе это написано на основании чего вы мне говорите идти в магазин постановление правительства подожди лицей постановили пресс 417 там указано что мы обязаны соблюдать его правила установлены в тире на месте там повышенной готовности до использовать средства защиты случае если они нам выданы нас останавливают задерживают нам составляет протокол административных услуг когда мы никто ничего не выдавал а почему нам протокол тогда составляет если мы обязаны пользоваться если нам выдали а нам никто ничего не дороге делала нам получается скажите где алексею в кемеровском районе получать маски я не могу ответить на этот вопрос сейчас он так нам скидка где он получает маску вот смотрите я сейчас поеду домой у меня выдали маску сейчас я доеду до автовокзала. Это на автобусе не поедете никуда. Пройдет полтора часа. Я эту маску должен выкинуть. Через полтора часа я должен надеть другую. Где взять мне ее? Автобус без маски не поедет. Кондуктор скажет, остановите автобус и мы никуда не едем. Человека нет маски. Где взять маску? Как он перемещаться вообще должен? Как моя семья должна перемещаться? Нам надо детям делать прививки. У меня ребенку младшему 5 месяцев. Нам ехать за прививками надо. И самое главное, меня штрафовали уже. То есть, составили протокол. 28 числа будет суд. Кто со мной из вас пойдет на суд? Скажите мне. Вы пойдете со мной на суд? Почему я должен со мной на суд? Ну, потому что меня штрафуют за то, что вы придумали. Вы придумали масочный режим. Меня штрафовали. Вы же оштрафовали государство. Ну, придумали. Вы дублировали приказ губернатора о масочном режиме? По району? У нас есть решение. Есть. Областное решение. Как понять? Дублирование. Ну, все. То есть, вы его признали, что оно действительно на территории Кемеровского района. Правильно? Губернатор объявил. Как вы меня признали? Есть документ, который обязывает. Обязывает. Как мы можем его? Вы меня сделаете так, чтобы меня не штрафовали? Как я могу сделать? Выдать маски. Выдать маски. Еще раз повторяю. Ну, что, как-то... В вашей жизни за что-нибудь штрафовали по поводу... Ну, не берем сейчас маски. Зачем вам эта информация? Меня интересует моя безопасность, период повышенной готовности и масочного режима. Что вы переводите? Разговор куда-то непонятно. К вам какая разница, за что... Вы не мог подумать, Антоний со мной разговариваете, да я понятен. А какой тон подумаешь? Вы зашли ко мне в кабинет без маски. Ну? Сейчас вы мне ее выдали. Я вам задал вопрос, вы сказали, у меня нет маски. Я вам выдал. Все. Вам надо сейчас до дому доехать. Пару-тройку масок. Сколько вам надо масок? Давайте я вам еще выдам масок. Попрошу сейчас водителям, привезем вам еще маски купить, дам денег. Что вы хотите от меня в данный момент? То есть вы будете сейчас, вот вы сейчас говорите, что вы будете выдавать деньги. То есть... Минутка, 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 Алексей. А что, из федерального бюджета средства не выделяют на обеспечение населения маской? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не являюсь воспринимателем финансовых средств. Я осуществляю свою деятельность в рамках сведо-оростной инструкции. Так почему вы задаете мне вопросы, не связанные с этим? Так нам надо к другому тогда идти? К нам к другому. Сходите в Роспотребнадзор. Зачем нам в Роспотребнадзор? Я в администрацию пришел. А минутку, это у нас по вопросам ЖКХ, то есть работника администрации. А как он фамилию сказал, тот, кто ответственный по ГОЧС? Лазарев Андрей Алексеевич, он подо мной поступил. Да, пойдемте, Лазарев. Его нет сейчас на месте, он в отъезде. Нет, на месте, в отъезде. Он нам тоже не пояснит, поэтому... Поэтому мы у него узнаем, разрешите нам у него узнать. Да? Ваш кабинет есть? Конечно. Пойдемте, парадем. Нет, в кабинете у меня нельзя находиться, пойдемте. А почему мы на улицу должны идти? Там мороз. Ну, давайте здесь переговорим без разницы. Вы заместитель... Вы кто? Я начальник управления безопасности администрации Кемеровского муниципального округа. Скажите, пожалуйста, в Кемеровской области объявлен режим повышенной готовности? Все правильно. И объявлен масочный режим? Все правильно. Я житель Кемеровского района. Федоров Алексеевич, у меня многодетная, малоимущая семья состоящая... Кемеровского муниципального округа? Кемеровского муниципального округа. Правильно. У меня малоимущая семья, у меня многодетная семья, нас 6 человек. Меня месяц назад оштрафовали, не оштрафовали, а составили протокол за масочный режим. Скажите, пожалуйста, где мне получить маску? На основании действующих нормативно-правовых документов, 62 распоряжение губернатора, номер 62, масочный режим на всей территории Кемеровской. Это я знаю, я вот это сказал. Далее там прописаны жители при посещении 8 пунктов, магазинов, аптек, административных зданий. Это нам известно, вы нам не говорите то, что опубликовано. Далее должны находиться в маске. Вопрос вам задает, где маски брать? Далее есть также распоряжение, о внесении изменений в это распоряжение. Где конкретно прописано, что руководители этих организаций, административных зданий, магазинов, аптек, собственники, в том числе, руководители автотранспортных предприятий, если мы проговорим про автобус, все эти пункты, где человек может находиться, должны обеспечить маску. Хорошо, это понятно, все это известно. Так а нам в протоколах об административных правонарушениях 26.1 пишут нарушения постановления правительства 417. По постановлению правительства 417 мы обязаны использовать какие-либо средства защиты в случае их получения выдачи. Поэтому вы и нас должны, территориальный орган местного самоуправления, изначально обеспечить средствами, в том числе, масками. Все пункты, где бы мог находиться человек, административные здания, магазины, аптеки, предприятия, автобусы, обеспечивают масками жителей, собственники и руководители этих организаций. То есть вы зашли в магазин, варь, вовсе масками. Ему составили протокол административного, в администрацию города Кемерово. На входе в администрацию города Кемерово вам должны предложить маски. Нам никто ничего не предлагал, протокол составили. Слово предложил, это одно. Я на сегодняшний день буду подвергаться административному наказанию. Я не хочу больше подвергаться. Почему? По причине того, что кто-то не выполнит свои обязанности. Ну, например, не дадут мне маски. Я хочу их получить здесь, у вас, потому что я хочу участвовать в гражданской обороне Кемеровского округа. Вы должны выдать мне эти маски на период действия повышенной готовности и масочного режима. Я хочу их получить на всех членов своей семьи. Я вам сейчас проговорил о том, что кто обязан выдавать маски. Вы не обязаны выдавать маски? На основании норм действующего законодательства, на всех жителей муниципального образования мы не обязаны выдавать маски. То есть вы и не выдавали, и выдавать не будет. Нет, не будем, конечно. То есть на сегодняшний день я получить у вас маски не могу? Я думаю, в таком порядке, в котором вы пришли, навряд ли, конечно, у вас получится. Ну, в порядке в каком? Я хочу получить в порядке... Ну, как я говорю, на основании норм действующего законодательства мы маски... Предявите, пожалуйста, документы ваши. Можем посмотреть? Зачем вам документы? Ну, у меня с собой нет документов... Нет, потому что вы... Нет, вы делайте серьезное заявление. Но вы маску тогда хотя бы снимите. Вы делаете серьезное заявление. Ну, потому что... Мы находимся в административном здании, нужно находиться в маске. Документы предъявите. Но как мы можем убедиться в том, что я сейчас не вы? Нет, я сейчас пойду вот с этим видео, сейчас пойду в суд. 28-го числа. Я же вам не говорю за администрацию города Кемерово. Я говорю за Кемеровский муниципальный округ. Вы мне сказали, что вы получили штраф в администрации города Кемерово. Я не получал штраф в администрации города Кемерово. Административный протокол на вас оставил в администрации города Кемерово. Я не знаю, как там было. Предлагали вам маски, не предлагали, выдавали, не выдавали. Я же не могу этого знать. Ну вот мы сейчас подошли здесь, нам не дали маски. Почему их здесь не дают? Здесь маски, я не знаю, по-моему. Есть там маски? Есть у вас маски для посетителей? Андрей Алексеевич, есть тряпочные маски. Тряпки, тряпки. Есть тряпки. С этим вопросом я не могу давать комментарий, а это мы разберемся, почему вам не предложили маски. А в городе Кемерово я не могу знать, почему не было. Нет, давайте последний вопрос. Вот все четко сформулировано и так далее. И я на сегодняшний день гражданин, житель Кемеровского округа, проживаю в деревне Дмитрия, у меня многодетная малоимущая семья. И я пришел на основании того, что объявлен режим повышенной готовности и введен масочный режим, я пришел получить маски в Кемеровский округ. И я пришел получить маски по гражданской обороне. По какой гражданской обороне? Введен режим повышенной готовности. К гражданской обороне это отношение не имеет. То есть повышенная готовность к гражданской обороне не имеет никакого? Нет, это не имеется. Здесь подразделяется режим, есть чрезвычайные ситуации, есть повышенная готовность. Повышенная готовность у нас к чему была объявлена? В связи с введением пандемии на территории. Это чрезвычайная ситуация? Я здесь не буду разъяснять по данному вопросу. то есть болезнь мы сейчас затрагиваем нормативно правовой документ субъекта ну абсолютно верно то есть если пандемия это является чрезвычайной ситуации я думаю вам лучше обратиться в субъект ну то есть вы не знаете почему я знаю я говорю сейчас на данном этапе я разговаривать не буду здесь это нормативно правоакт субъекта мы орган местного самоуправления я и помните исполнитель этого нормативно правоакт на основании действующих документов мы маски не выдаем субъект на самом действующих и не собираетесь это делать ну в данный момент сейчас нет а в какой момент вы будете ну я вам не готов ответить на этот вопрос нам больше здесь ну вот еще раз для тех кто не понял то есть у нас получается в одном территориальном органе маски выдают в частности увидели это кировский район города кемерово а вот а в муниципальном а в кемеровском районе получать в округе конец называют на периферии кемерово короче говоря масок не выдают эти очень странно да то есть в одном районе дают в другом не дают но вот смотрите еще один вопрос прямо очень принципиально интересным то есть по виду того что идет такой объявленный режим повышенной готовности повышенная готовность объявляется перед какой-то чрезвычайной ситуации наш чрезвычайная ситуация одна это пандемия то есть заболевание нам говорят что профилактика этого заболевания и предохранения это необходимо носить маски перчатки и обеззараживаться себя я пришел сейчас в район кемеровский округ зовут за мной там видно висит вывеска что я здесь я пришел и мне сообщают что здесь такие маски не выдаются не будут выдаваться и не предвидится мало того другие заместители до которые вот этого они вообще говорят идите покупайте либо шейте либо я вам сейчас и собственных средств куплю чтобы вы только отстали от меня и не мешали мне дальше работать вы понимаете что речь идет о том кто-то вводит режим то администрация вводит режим повышенной готовности масочный режим губернатор губернатор да и не обеспечивается населением вот этих масок а где взять мы не малоимущие почему мы деньги вообще на это должны тратить это придумал этот савилев но из своего кармана покупайся у кармана давай почему мы должны ходить и твои прихоти удовлетворять вот я сейчас цивилеву говорю цивилев 28 января центральный районный суд я приглашаю тебя мы вызывать будем савилев мы тебя будем вызывать вилют и объясни нам это в суде суд пожалуйста приходи как свидетель или я буду обвинять тебя в том что ты сделал такой режим я обыкновенный житель который добросовестно исполняет меня штрафует из-за тебя но ты не хочешь нас обеспечить масками ты вводишь так чтобы и штрафы с нас получить и ничего не затратить просто деньги просто деньги сам просто так и получается что это какое-то непонятное вымогательство денег с народа грабить ну цивилев пришел сюда грабить кузбасса вот эти маски ты когда будешь выдавать кузбассу я почему должен платить штраф за твою прихоть бездельничную какую вот я пришел в район не спросил начальника гражданской обороны никто не знает даже кто это где штаб начальника гражданской обороны где пункты выдачи специальных средств где все это купи маску заплати купи маску заплати или шей возьми купи машинку это вы что совсем что уже помешались там в администрации я настаиваю тебя прийти в суд и пояснить или публично извиняйся перед жителями кузбасса штрафы штрафы все еще и штрафы оплати и извиняйся из своего кармана может заплатить всем штрафы вот я так обращаюсь цивилев к тебе и маску купить раздать и теперь знай я всегда буду за тобой следить потому что это возмутимо и невыносимо больше жить в кузбассе когда ты выдумываешь законы не обеспечившие эти законы материальными средствами издеваешься над жителями кузбасса до свидания цивилев подписывайтесь на канал проверяйте подписку ставьте лайк этому видео и пишите длинный комментарий до скорых встреч всего доброго будьте здоровы